Супруги Кирчук – пожилые люди на пенсии. С первой группой инвалидности даже передвигаться по дому сложно не то, что справляться по хозяйству. Поэтому любую помощь от молодёжи они принимают с большой благодарностью. Такие вот дети приходят и как-то окунаешься в ту атмосферу, когда я была молодая, работала много лет в школе. Я очень любила детей, у меня есть награды за работу. Мне очень приятно, что не забывают, что пришли дети, что мне помогают. Я очень от этого рада. И лист осенью сгребали, спрашивали, мальчики приходили, гребли. А зимой дорожки снегом очищали, спрашивали, или надо, я говорила, надо. Вот и на этот раз гости порадовали пенсионеров. Из днём пожилого человека поздравили и предложили помощь по хозяйству. 3 октября на Брещене стартовала акция «Молодёжь за безопасность». В рамках данного профилактического мероприятия на молодое поколение возложена важная миссия – повысить уровень знаний граждан в области безопасности жизнедеятельности и оказать посильную шефскую помощь всем нуждающимся, в первую очередь пожилым людям. В рамках первого этапа акции под единым названием «112 добрых дел» работники МЧС совместно с молодым десантом посещают домовладения одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и оказывают шефскую помощь в виде заготовки дров, уборки территории и домовладений, установки автономных пожарных извещателей. В акции участвуют разноплановые структуры, Белорусское добровольное пожарное общество, МЧС, Красный Крест и самое большое активное участие принимает Белорусская молодёжная общественная организация спасателей пожарных. Заранее мы связываемся с территориальными центрами социального обслуживания, где на учёте стоят пенсионеры, нуждающиеся в помощи, они подают нам списки и мы стараемся всех нуждающихся обязательно объехать и оказать посильную помощь. Среди участников акции ребята из 19-й средней школы, где когда-то преподавала белорусский язык и литературу хозяйка дома Маргарита Ануфриевна. И для них вдвойне приятно сделать доброе дело. Я учащийся 9-го класса средней школы номер 19-го города Бреста. Впервые принимаю участие в этой акции. Мы помогаем пенсионерам, понимаем, что они уже не в возрасте и не могут подгрызть все листья, нарубить дрова. Зачастую мы понимаем, что о них никто не может позаботиться и помогаем им. Нам приятно видеть улыбки на лицах людей. С 10 по 14 октября стартует второй этап акции «Молодёжь за безопасность», в рамках которого планируется ряд мероприятий с участием юных спасателей пожарных.